Николай Николаевич, пожалуйста, поддерживайте эти вот думы, всех ваших, Николай Николаевич. Да, безусловно, я поддерживаю, я оставлю возможность, поддерживаю все долго. Вы знаете, я до этого правила дорожного движения нарушил. И вот это вот уголовное дело, тут заведенное против меня, мне стыдно за свою страну, понимаете, мне просто стыдно. Я очень рад, что здесь вообще вот не присутствует кто-то из-за границы, чтобы видеть вот это вот весь беспредел. То есть, что они мне инкриминировали? Что я 15 апреля, я прошу, давайте снимай, надо, ты записал и разместил руль. Они его весь май изучали, 21 мая назначили экспертизу, 29-го получили ее, о том, что я не виновен, что я ни к чему там не призывал. 2 июня выносят постановление о привлечении меня по тяжкой статье уголовной ответственности, 4-го, задержан в чужой квартире, проводят там обыск без собственника, изымают у этого собственника отсутствующего все ее наличные денежные средства, как доказательство по моему преступлению. Ну вы сами подумайте. Ну если я себя на телефон снимаю, мне деньги что для этого нужны? Полный, полный маразм. Дальше, мы на меня допрашивали всего один раз, за полгода, всего один, 5-го июня, и мне никто там не... Я сказал, что ролики мои, да, я горжусь тем, что я там сказал, готов это все повторить. И они с тех пор экспертизу проводят. Они врали нам 5 месяцев, что экспертиза лингвистическая, назначенная в мае, не готова, они просто врали. А не 4-го июня, когда судья обоснованного суда Карпов выносил постановление о привлечении у меня по домашней акции. Они заявили, что она не есть, экспертиза. Но почему-то не Карпов и не спросил, не в деле ее не было. Вообще-то как называется, подлогой мошенничества. Когда на основании документа меня полностью реабилитирующего, составленного Следственным комитетом же экспертов, мне предъявляется обвинение, грозящие 10-ю годами лишения свободы. После этого мы требовали все лето от них эту экспертизу. Она не готова, врали они нам. И большое спасибо прокуратуре, наверное, суду, я тоже думаю, да, что они 29 октября, спустя 5 месяцев после того, как экспертиза полностью меня реабилитирующая была готова, они ее предоставляли. Да они не скрывали этого. Когда я вышел из Басманова суда 4 июня, знаете, мне что сказал Карпов Афманов? Ну и теперь успокоился. Ну что это такое? Это мы про следствие говорим или про бандитского группировка, который решил заткнуть меня родом. И с тех пор они мне, да, посадили и начали другие ролики изучать. Представляете, да, то есть посадили за одно типа, за один ролик, да, который они изучили и поняли, что он меня полностью любит. И начали все другие изучать. А может быть они книги мои еще будут изучать? Я написал 18 книг. Ну давай-то продли мне домашние, а если пока они их не прочитают. Еще года на три. Ну что это за безобразие? Итак, посадили по одному ролику, начали изучать все другие. Назначили экспертизу, понимаете, 10 сентября. Где Скворцов эта экспертиза? Где она? И что, может быть они опять от нас ее скрывают? Почему я это предполагаю? Потому что первую скрыли пять месяцев. И я уже позже. Ну, уважаемый Суфер, ну что это за вопрос? Содержаться ли в роликах Платошкина призывок к чему-нибудь? Ну мы что вообще, мы где находимся? Содержались ли в роликах Платошкина негативные оценки власти? Да вы Путина посадите. Он на всех селекторных совещаниях говорит о своей негативной оценке. Деятельности тех или иных органов с полной власти, главсубъекта Федерации. Что же против него уголовное дело-то не возбудили до сих пор? Вот все ролики, тоже есть селекторное совещание. Я вас останавливаю. У вас конкретный предмет судебного разрядительства. Будьте добры, разница конкретного предмета. Я говорю о том. Законность обоснованности постановления о 20-х годах. Я говорю, что я незаконно вообще помечен под домашний арест. Незаконно привлечен к уголовному аресту. Лет про 29-е число. Вот посмотрите на меня. У меня в школе был разряд. Я в больницу не ходил. У меня за всю жизнь, мне 55 лет, 2-3 больничных листа было. Жизни за простуды какие-то. Я в больнице был перед армией. Мне гладу удаляют. Три дня. Да чего они меня довели? Они меня до реанимации довели. Меня в скорую помощь забирала 4 сентября. Причем все, кто меня знают. Они знают, что я к врачу вообще не хочу ходить. Я никогда к ним не ходил. Ну не нравится мне это. Ну тут уже куда деваться. Врач как прогулки нужны. Суд Медэкспорт говорит. Все это в Османный суд предоставлен. Во-первых. Лучше меня извините. Я слово суд говорит в кавычки. Я бывал в Османном суде. Вол за это время, к сожалению, не так раз. Ну почему судья никогда ни одного вопроса их даже не задал? Ни одного. Ну хотя бы покажи-то экспертизу. Илья. Для меня является вообще скорбительным тот факт, что какой-то Скворцов считает, что я скрою за границу. Я вас останавливаю. Вы находитесь в зале свидетельного заседания. Не какой-то Скворцов, а следователь следственной группы. Следователь следственной группы. И в узке добры, каких бы отношений вы с ним не состояли за залом, этим не нужно относиться уважительно. Я не буду относиться уважительно, потому что... Я вам запрещаю некорректно в его адрес высказываться. А что такое? Что значит какой-то Скворцов? Понимаете. Скворцов. Следователь следственной группы здесь присутствует. Следователь Скворцов. Идите за своей речью. Я вам сделала замечание под протокол. Хорошо. Следователь Скворцов занимает абсолютно, на мой взгляд, несуществующее место. Почему он обвиняет меня в том, что я скроюсь в иностранном посольстве? На каком основании это делается? Ну на каком? Находится ли он здесь, на своем рабочем месте, это не вопрос. Это моё мнение. Свою должность занимает. Это не вопрос нашего судебного раздражательства. Я считаю... Я считаю... Какое основание Скворцов умеет меня оскорблять? Человека, проработавшего за границей 10 лет, имеющего благодарности за работу за границей от президента. Почему он считает, что я в посольство скроюсь? Но для этого география в Москве надо знать. Я живу из Викинина на Рублевке. Она вытянута. Где никогда в жизни не было иностранных посольств. Если я бегом даже оттуда буду бежать, я за два часа не добегу ни до какого посольства. Почему все эти доводы судом вообще не исследуются? Не исследуются медицинские документы. Не исследуются абсолютно безосновательные утверждения, что я скроюсь за пределы страны. Для меня это оскорбительно. Разве это непонятно? Мы подавали ходатайство. Они лишили меня средства существования. Запретили мне работу. Мы подавали ходатайство аттестационному образованию, которое поддерживает студенты и все. Тоже отказ. Абсолютно немотивировано. Ничем. У меня родители инвалиды. Кто их будет содержать? Если они меня работы лишили и денежных средств. Лишили здоровья. Я считаю, что они просто, мое мнение, звите опять, хотят меня медленно убить. Тем самым, да, несмотря на заявление врачей. А само все это дудое уголовное дело, постыдное для нашего судопроизводства, считая средством оказаниями у меня политического давления. Поэтому прошу вас, пожалуйста, первый раз за все это время, ну, вникните в суд дело, ну, спросите их о чем-нибудь. Пожалуйста. У меня просто другой просьбы нет. Какое решение вы приняли? Это, естественно, ваше дело. Но я хотел бы хоть раз в жизни поучаствовать в нормальном суде, где что-то исследуется, где задаются вопросы мне, следователю, еще кому. Ну, почему этого нет в стране? Ну, почему на основании реабилитирующей экспертизы человек полгода сидит без прогулок? В чем дело? Я бы еще что-то был дыскать. Может, я на ногу кому-то в метро наступил, а не это, может, вывесит тоже. Поэтому жалобу поддерживают. Апелляционная наша жалоба поддерживают в полном основании. Две жалобы. Две жалобы, я бы хотел сказать, поддерживают в полном основании. Прошу незаконное, необоснованное решение обоснованного суда отменить полностью. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста, у вас в суде пострадали права. Спасибо. Да, я тоже не буду повторяться, просто про вас только для наследователь. Я хочу честь, посмотрите, человек только что говорит в суде. У Платошкина много сторонников, значит, он пересечет без границ. А мы что, дурдумишь, присутствуем, я не могу понять. А если он сейчас скажет, что у Платошкина много сторонников, а не у Киева будет. Понимаете, если есть какие-то данные, что сторонники были в контакте с Платошкой, я не знаю, говорили бы в какой-то стране, что они там машины подгонят. Если есть такие данные в допросах, ну предъявите их. А если они просто говорят в суде, да, нам Платошкин нравится, значит, он госграницу что вместе с ними пересечет. И потом, у меня, пожалуйста, спросите у них, ради бога. Я был в больнице 12 суток, у меня не работал, там не браслет, станция метро находилась напротив, в 50 метрах. Ну что же я не убежал-то? Потом, следует-то приводит явную фальсификацию. Ну, пожалуйста, я вас прошу, посмотрите, вы протокол допроса страха, это зав. кардиология, где реанимация лежала. Ну, на которой он ссылается, ну вы же можете это посмотреть. Ну, где она говорит, что Платошкин там в совместной позиции поработал? Ну, что же он врет-то вообще, а? Ну, там что, это написано, что ли? Давайте корректнее. Ну, что, ну это ложь. Ну, вы же взрослые, какие вещи допускаете? Ну, что, я называю вещи, если в допросе написано, если в допросе было бы написано, страховый, я присутствовал при беседе Платошкина, там, не знаю, с какими-то людьми, и Платошкин там, да, что-то так, ну, этого же нет, допустим, ну это же легко установить, да, просто приобщен в дело. Ну, а как это еще назвать? Ну, подскажите мне юридически. Если человек ссылается на документ, который находится в деле, цитирует то, чего в нем нет. Там в Страхово пишет только одно, что мать с отцом приходили, какой-то человек, представившийся адвокатом, а что, адвокат не может приходить? И я, кстати, хочу опять пояснить следователю, ну, раз он это не знает, конечно, да, что у меня домашний арест был не в больнице, а по улице Молдогуловой. И вы это знать должны вообще-то, по идее. Так что там этого нет. Ну, и наконец, какая-то оскорбительная вещь. Ну, пожалуйста, у меня еще раз спросите, ну, спросите его, на каком основании следователь пришел к выводу, что я скроюсь за границу? Ну, на каком? Ну, почему он? А если он скажет, что я в космос улечу? Там, где правой туннель, ну, неужели вот на все эти голословные заявления вообще надо обращать внимание? Ну, как так можно? Ну, почему в Османный суд ни разу ни одного вопроса есть, ничего не исследовал, не получил каких-то материалов оперативной деятельности, где показывают, что Платошкин, я не знаю, машину какую-то пытался там... У меня машины даже нет. Я на чем должен скрываться? На лыжах, что ли? Пешком, бегом. Ну, хорошо, ну, пусть дадут доказательства, что я договаривался с кем-то там о машине, я не знаю, о грузовике, потому что у меня в посольском богателе. Ну, где эти все вещи? Где? Ну, неужели мы вот и сегодня в суде просто вот сейчас вот эту голословную вещь выслушим, оскорбительную еще скачу для меня, как человека, 10 лет отработавшего за границей, для меня за мной машины там ходили из СРУ и ФБР. И вы что, не можете понять мое возмущение, когда человек меня, по сути, в измене Роги не обвиняет? Здесь сидя, не приводя для этого вообще ни одного доказательства, а на моей стороне благодарность Путина, которую вы только что сами зачитали, ну, как такое возможно-то вообще, а? Я готов дать любые пояснения, по любым фактам, пожалуйста. И следователь, опять извините, скажу, соврал. Меня задерживали только по одному ролику. И только в отношении этого ролика, была приятная экспертиза, еще раз, только в отношении этого ролика меня допрашивали 5 июня. Материал допроса есть в деле, но ознакомьтесь с ним. Там речь идет только об одном ролике, на основании которого они мне предъявили обвинение. Сейчас человек на голубом глазу говорит, а мы по июню рассматриваем. Ну, какой июнь, если меня 4 июня арестовали? Ну, даже, понимаете, у него не хватает вот... Ну, то есть он уверен, что мы все санкционируем. Они ролики рассматривают за июнь, которых не было, так как я и снять не мог, если я 4 июня был арестован. Ну, понимаете, уж до этого даже до... Ну, неужели правда? Понимаете, у меня вот два объяснений. Ну, либо эти некомпетентные люди вообще, но это вряд ли. Ну, либо они уверены, что вы на все пойдете, понимаете, на все. Что бы они здесь ни сказали, вы просто прийдете на веру, что вы не будете разбираться. Ну, иначе бы такого здесь не было. И на скамее подсудимых сидел бы не я, а те, кто возбудили против меня преступное, наглое, подлое уголовное дело. Спасибо. Спасибо. Снова девушка принятых сторон предоставляется следователю складцову Александр Семеновичу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok